Рече Господь, когда придет Сын Человеческий в славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все языцы, и разлучит их друг от друга, якоже пастырь разлучает овцы от козлищ, и поставит овцы одесную себе, а козлища ошуюю, тогда речет царь сущим одесную его. Придите, благословенные отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира в залкахсябо и дастими ясти. «Возжадахся и напоистимя, странен бех и введосте мене, наг и одеясте мене, болен и посетисте мене, в темнице бех и приидосте ко мне». Тогда отвечают ему праведники глаголюще, «Господи, когда тебя видихом алчуща и напитахом, или жаждуща и напоихом, когда тебя видихом странно и введохом, или нага и одеяхом, когда же тебя видихом больна или в темнице и приедохом к тебе?» И отвечав царь, речет им, «Аминь глаголю вам, понеже сотвористи единому сих, братьей моих меньших, мне сотвористи». Тогда речет исущим о шуюю его, «Идите от меня, проклятие в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его!» «Залкахся, бо, и не дасте ми ясте, возжадахся, и не напоисте мене, странен бех, и не введосте мене, наг, и не одеясте мене, болен и в темнице, и не посетисте мене». Тогда отвечают ему и ты, и глаголюще, «Господи, когда тебя видихом алчуща или жаждуща, или странно, или нага, или больно, или в темнице, и не послужихом тебе?» Тогда отвечает им глаголя, «Аминь, глаголю вам, понеже не сотвористи единому сих, меньших, ним не сотвористи». «И идут сии в муку вечную, праведницы же, в жизнь вечную!» Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Стоит ли мне вам объяснять практические выводы и столько, что в сотый раз услышанного? Стоит. Потому что мы забываем смысл того, что теоретически знаем, и в практической жизни теоретическими знаниями не руководствуемся. Следовательно, одна из первых вещей, которые нужно понять, человек – существо подсудимое. Вы помните об этом, что мы все подсудимые люди. Нам нужно будет встать на суд, на котором не будет адвокатов, на котором будет судья такой, которого нельзя подкупить, который не закрывает глазки, потому что он тебя лично знает, и вы с ним однажды были на охоте. Нет. Нас ждет настоящий суд. Всех. И меня ждет, и вас ждет. И вот нам сегодня заранее судья, который будет нас судить полновластно и единолично, без разделения властей, без этих всех современных икивоков, без следовательного комитета, без ничего, без свидетелей, без допросов, книги совестные разгнутся, и все будет понятно в мгновение ока. Значит, сегодня царь, который будет нас судить, и Иисус Христос, имя Ему, Он заранее говорит нам, по каким статьям мы будем спрошены. В этом милость. То есть христианская жизнь все время совершается и проходит между... как посередине реки. С одной стороны страх, с другой стороны надежда. Между страхом и надеждой жить нужно. Люди. И если испугался сегодня кто-то, слава Богу за все, потому что без страха жить нельзя. Без страха люди хамеют. А если кто-то отчаивается, не надо. Потому что нужно жить между страхом и надеждой. Это правильная жизнь. Тут и не отчаешься, тут и не загордишься. И вот судья заранее нам объявляет статьи, по которым спросит нас на страшном суде. Сто раз говорено, еще раз повторим. Христиане должны быть ревностны к добрым делам. Господь Бог очищает себе новый народ. От всякого племени, языка, колена, народ соберется в Царство Небесное. Новое человечество. Спасенное человечество. И Агнец будет питать их и водить их на потоке вод. И вот мы с вами должны быть ревностны к добрым делам. В этих простейших добрых делах, которые перечисляет Господь Иисус Христос, нет ничего сверхсложного. Это элементарная планка нравственности. Накормить или напоить, прийти в больницу или посетить посылкой или письмом сидящего в тюрьме – это добрые дела, доступные всякому человеку. И делать их нужно во имя воскресшего из мертвых. Само по себе доброе дело рискует быть просто деревом, сеной и соломой. А маленькое дело, совершенное во имя воскресшего из мертвых Иисуса, грозит превратиться в золото, серебро, драгоценный камень. Может быть, кому-то из нас кажется, что мы уже богаты добрыми делами. Этого одели, этого покормили, этому денег дали. Не спешите. Может быть, кто-то спасется одним стаканом холодной воды, одними корками хлеба. А может быть, у кого-то обнулятся все его большие добрые дела. Мы не знаем, царь знает, он решит. Твердый залог непотопляемости, неуничтожаемости любого доброго дела – это совершение его во имя Господа Иисуса Христа. Только то добро, которое совершено во имя Христа, имеет смысл и остается вовеки с человеком, как его награда. Остальное добро – ты мне, я тебе, ты меня любишь, я люблю тебя взаимно, ты мне помог, я тебе помогу, потому что обязан тебе. Эти взаимозачеты на небо могут не идти. Только жертва, только добровольное, невынужденное доброе дело, не из-под палки, не потому что заставили, потому что сам захотел. Сам узнал, поискал, нашел, захотел, сделал и никому не сказал. И во имя Христа вот таких добрых дел у человека может не оказаться, потому что все в мире пропитано самолюбием и прелюбодейством. Все добродетели испорчены, как проетая молью одежда, потому что всюду закралось самолюбие и эгоизм, и желание награды, и тщеславие, и трезвонство о себе, и рассказ о том, какой я хороший. И все это на корню уничтожает добрые дела. Поэтому истинный добродетель находит удовольствие не в том, что он рассказывает другим, или другие рассказывают о нем, что он сделал то-то и то-то, он достойен уважения, он хороший человек, не в этом его удовольствие. И не мысли его тешат, что его Бог наградит. Само совершаемое добро несет в себе наслаждение. И по мере совершения добрых дел, в тайне, во имя Божие, человек наслаждается уже здесь и получает награду Духа Божьего. И это знают далеко не все. Что там далеко не все? Почти никто этого не знает. Поэтому, братья и сестры, Господь нас не зовет покупать квартиры бездомным. Зовет только привезти их в гости. И не зовет нас быть исцелителями, потому что смерть и жизнь в руках Создателя. Но зовет нас прийти к больному. И не зовет нас тюрьмы раскрывать и выпускать всех на свободу. Это было бы страшно, беззаконно и безумно. Но зовет нас сострадать сидящим в тюрьме. Он элементарное просит от нас. Если элементарного в человеке нету, большего в нем не ищите. То же самое сказано о проклятых, которые падут в огонь вечный. Да не будет там никто из здесь стоящих и никто из тех, кого мы любим, кого мы в памяти и сердце носим. Он им скажет, вы не сделали этого мне. Они скажут, когда мы тебя видели голодным, таким-сяким. Да слушайте, действительно, завопят люди такие слова разные на страшном суде. А мы когда тебя видели? Если бы мы тебя видели, мы пошли бы к тебе, но мы же тебя не видели. И Он скажет им, что надо смотреть на человека, как на Христа. Что я рядышком. И вы никому этого не сделали. Значит, мне не сделали. Значит, вот вам откровение еще раз, о котором мы много раз говорили. Но еще раз скажем. Для того, чтобы оказаться в аду, не нужно никого раздевать на темной дороге. Ни с кого снимать шубу или пальто. Нужно просто никого не одеть. Для того, чтобы оказаться в аду, не нужно отнимать хлеб от семьи. Нужно просто никого не накормить. То есть о явных грехах здесь не говорится. Не надо быть начальником наркотрофического синдиката для того, чтобы оказаться в преисподней. Не надо совершать страшных злодеяний. Те, которые совершились, уже которые вызвали бурю. Посеян ветер, вызвалась буря. Об этом мы после литургии поговорим. Не сейчас. Не нужно страшного совершать, чтобы оказаться в преисподней. Чтобы от уст Христовых услыхать, отойдите проклятые. Нужно просто ничего хорошего не делать. Все. Этого достаточно. Таким образом, Евангелие открытое говорит нам сегодня, что в аду полным-полно хороших людей. То есть таких, которые зла не делали, которые уверены, а нас за что? А я что? А меня что? Ну вот они там делали это, а эти делали это. Ну я же этого не делал. Они об этом спросят. Это вообще неинтересно. Кто что делал? Ты не сделал. У тебя нет за душой активной добродетели. То есть ты активно не стремился к тому, чтобы закрыть свою ноготу добрыми делами. Пощадить ближнего и разбогатеть в тайне сердце перед Богом, всевидящим оком, добрыми делами. Ты к этому не стремился. Больше в тебе искать нечего. Ты не сможешь ничего большего. Потому что маленьких добродетелей в тебе не было. Поэтому это большая революция. Это революция в сознании, братья и сестры. Услышав это, нужно будет дождаться с нетерпением храма Божьего, когда закончится служба, и побежать прям как на стометровке по добрым делам искать. Если вы сильно испугаетесь, по идее, надо будет рвануть прям как с низкого старта. Где голодные? Я пошел кормить. А вдруг завтра страшный суд. Кого тут накормить? А где голые, где голые? И ко мне идите, у меня тут еще пальтишко завалялось. Потому что серьезно все? Все очень серьезно. Но не надо этого делать. Этого делать не надо. Добрые дела не начинаются с лихорадки. Добрые дела начинаются со спокойной, тихой молитвой. Говорит, Господи, что повелишь мне делать? Что я могу сделать? Кому могу помочь? Могу ли я вообще хоть что-нибудь? Начните всякое доброе дело с молитвы, потому что в этих шести добрых делах накормить, напоить, одеть, привезти, посетить, помиловать. В этих шести добрых делах есть еще такое интегральное, скрытое, седьмое дело. Все это нам возвещает кто? Евангелие. Значит, проповедь Евангелия и возвещение людям всех этих вечных истин. Есть некая скрытая седьмая заповедь. То есть такое седьмое доброе дело. То есть проповедование Евангелия – это есть корень всех добрых дел. Когда-то евреи благословенные еще до пришествия Спасителя в мир спрашивали друг друга, а что лучше, делать или учить делать? Ну и они, как и мы сегодня, сказали сначала, конечно, лучше делать, чем говорить. Какой смысл говорить и учить, если никто не делает? Это был первый ответ. Потом они подумали, а они так всегда делают. Сначала скажут, потом подумают, потом скажут другое. Ну так люди поступают. Они сказали, нет, надо учить, надо говорить, это важнее. Потому что там, где перестали говорить о заповедях, там вообще никто их не исполняет. Заповеди сами собой не исполняются. Вот моргание – это безусловный рефлекс. И глотание – безусловный рефлекс. И испарение пота из тела, безусловно, от моей воли не зависит. И многое другое. Если будет холодно, у меня посинеет кожа, это от меня не зависит. Это безусловные вещи. А вот все, что касается заповедей, я не могу делать сам собой. Просто потому, что я хороший человек. Хорошие люди ничего хорошего не делают. Потому что если Евангелие их не осеменило и не просветило, это хорошее земное на небо не пойдет, оно цены не имеет, оно ненужное. Поэтому великие вещи сегодня возвещаются человеку. Возвещение евангельской правды – самое главное доброе дело. Из него вырастает все остальное. Скажу вам еще последнее на сегодня, перед продолжением службы. Что у нас сегодня особый день для священников, несущих особые послушания. Потому что у нас сейчас нет ни одной тюрьмы, в которой бы не было тюремной церкви. Сейчас уже такое время, это не советские времена, сейчас такое время, где в каждой тюрьме колонии есть молельная комната или храм стационарный. Туда приходят священники регулярно. Сегодня их день. Сегодня они зэком прочтут. Я был в темнице, и вы пришли ко мне. И сегодня зэки впервые себя проассоциируют за год впервые. О том, что в них тоже Христос, они тоже люди, их тоже нужно жалеть. Вот почему дошло, например, до высшего руководства. Евангельская правда доходит в виде до государственных мужей. О том, что нужно всячески государству помогать реабилитации вышедших на волю. Потому что процент вернувшихся огромен. Они не могут найти себя на воле. И уже государство озаботилось Евангелием. Говорит, давайте подумаем, сказал наш самый главный государственный человек, главнокомандующий, говорит, как нам помочь им не возвращаться обратно. Где-то там деньгами помочь, где-то, значит, там прописками. То есть государство озаботилось о том, потому что там тоже люди сидят. И сегодня они это услышат из уст священников, которые служат по всем тюрьмам нашей страны. Сегодня их день. Сегодня в каждой большой больнице есть молельная комната или храм. Домовой или отдельно стоящий. И в каждой большой больнице теперь можно легко пособороваться, поисповедоваться, причаститься, отслушать молебен Пантелеймону или Луке-целебнику и так далее. И там постоянно службу наши священники. Сегодня тоже их день. У нас были давным-давно, и сейчас будут и завтра будут еще больше, волонтеры, и священники, и епископы, которые одевают ноги их, и социальные службы, спасают женщин от абортов, кормят бездомных, пытаются вернуть им человеческий облик, моют их, дают им чистое белье, как-то поднимают их с этого дна, для того, чтобы они вспомнили, что они люди, что с ними тоже Христос. У нас много таких людей. Вы им помогали когда-нибудь? Вы к их труду присоединялись когда-нибудь? Например, накануне холодной зимы есть целый ряд храмов по Москве и во всех городах страны, где собирают теплые вещи для тех, кто будет замерзать на теплотрассах и под заборами. Вы отнесли хоть одни валенки туда? Нет? Нет? Зима прошла, до следующего дожить еще нужно. Если ты ничего доброго не делаешь сознательно, ты никто, как сказал один мудрец, говорит, если я против себя, то кто за меня? А если я только за себя, то кто я? Если я только за себя, то я никто. Так что, братья и сестры, духовенство наше сегодняшнее, не городское, кафедральное, которое видно всем со всех точек зрения, а вот тюремное и больничное и военное духовенство, оно тоже у нас есть. Батюшки тоже делят весь труд воинский с солдатиками и ту же кашу едят, и с тем же парашютом прыгают тоже. Сегодня день священника в каком-то смысле, потому что во всех этих точках больных, которые Господь назвал в Евангелии, там везде есть церковь. А вы знали об этом? А кто-то об этом думает? В простое, обычное, мирное время, и без чтения Евангелия, и без специального напоминания. Это нас на самом деле лучшие люди Земли. Они их показывают по телевизору? Нет, они никому не интересны. Они их пишут какие-то восторженные репортажи? Мы вообще интересуемся хоть кем-то, у кого руки по локоть в крови не потому, что он в нацбате служит, а потому, что он хирург и с утра до вечера оперирует. Мы их жизнью интересуемся? Нет, а зачем? У нас есть свои дела, у нас есть свои интересы. Мы вообще ничем не интересуемся за пределами своих квадратных метров, на которых мы телесно обитаем. Если я только за себя, то кто я? Это один из главных посылов сегодняшнего евангельского чтения. Но если мы вас не убедим, если архиерейские проповеди, священческие проповеди не убедят вас молиться много, молиться сильно, молиться внимательно, и с Евангелием и Псалтирию не разлучаться, если мы вас в этом не убедим, вас сама жизнь заставит хвататься за Евангелие, как за таблетки во время сердечного приступа. Вас сама жизнь заставит, потому что жизнь к тому идет, чтобы всех нас заставить молиться, перестать баловаться с Богом, перестать Богу глазки строить. А сегодня закончу сейчас тем, чтобы мы были ревнителями, сознательными, ревнителями добрых дел и сознательными исполнителями евангельских заповедей. Да избегнем ада, братья, да избегнем ада, да не услышим, отойдите от меня, да услышим только одно, придите благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от сложения мира. Аминь.